31 марта 2013 года запомнится Бруно Алвишу благодаря красивому голу, забитому им в ворота Грозненского Терека. Это был первый гол португальского защитника в чемпионате России. Всего на счету Алвиша три мяча за сине-бело-голубых. В мартовском матче «Зенит» разгромил Терек со счетом 3-0. В результате этой победы наша команда опередила Анжи и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы. В этот же день, но 40 годами ранее, 31 марта 1973 года, родился нападающий «Зенита» Олег Дмитриев. Время его выступлений за «Зенит» пришлось на непростые для клуба 90-е годы. Дебютировав еще в первой лиге чемпионата СССР, он прошел с командой и смутные времена первого дивизиона российского первенства. Мощную и напористую игру Дмитриева ценили и болельщики, и товарищи по команде. Именно Олега они выбрали капитаном, когда в 96-м «Зенит» вновь пробился в высший дивизион. В 210 матчах за «Зенит» Олег Дмитриев сумел забить всего 21 раз, но некоторые из его голов памятны до сих пор. Об одном из них расскажем подробнее. 1 апреля 1995 года открылся сезон в первой лиге чемпионата России. Для всех болельщиков «Зенита» эта игра была знаковой. На пост главного тренера вернулся Павел Федорович Садырин. Петербург ждал, что легендарный тренер сможет возродить команду. Садырин не подкачал. На стадионе имени Кирова при поддержке 15 тысяч болельщиков в первой же игре под руководством нового тренера «Зенит» разгромил гостей из «Иркутской звезды» 5-1. Первый гол ворота соперников на 26-й минуте забил как раз Олег Дмитриев, который замкнул диагональную передачу Игоря Зазулина. Начав сезон с крупной победы «Зенит» закончил год в числе призеров. Это позволило клубу, наконец, покинуть первую лигу и в следующем сезоне стартовать в высшем дивизионе среди сильнейших команд страны. 3 апреля свой 41-й день рождения отмечает Игорь Семутенков. Игровой карьере Игоря могли бы позавидовать многие футболисты. Он успел поиграть в чемпионатах СССР, России, Италии, Испании и США. Выигрывал кубок нашей страны, серебряные и бронзовые медали чемпионата. За сборную России Игорь сыграл 20 матчей и забил 9 голов. В 2010 году Игорь Семутенков присоединился к тренерскому штабу «Зенита» в качестве помощника главного тренера. В этот же день, в 2008 году, «Зенит» сыграл один из лучших матчей в триумфальном розыгрыше Кубка Уэфа. В первой четверть финальной встречи с Байером наша команда разгромила соперника на его поле. 1-4. «Зенитовцы» блестяще провели этот матч. Первый гол, который после красивого сольного прохода забил Андрей Аршавин, внушил болельщикам уверенность. Даже ответный мяч немцев не смог сломить боевого настроя наших ребят. Во втором тайме преимущество было полностью на стороне «Зенита». Погребняк, Анюков и Денисов за 12 минут похоронили Надежды Байера на выход в полуфинал. Задел после этого матча был настолько велик, что даже уступив в ответ на игре на Петровском, «Зенит» впервые в своей истории смог выйти в Еврокубковый полуфинал. «Решать, решать, Денисов! 4-1! Ну привет, Аспириновые! Привет! Здесь сбивают температуру по полной программе!» А уже через день, 5 апреля, один из героев матча с Байером Андрей Аршавин принял участие в эстафете Олимпийского огня в преддверии летних игр в Пекине. Санкт-Петербург стал единственным городом России, получившим право принять Олимпийскую эстафету. После передачи огня Аршавин столкнулся с толпой поклонников, и только благодаря оперативному вмешательству охраны Андрей смог продолжить свою почетную миссию.